Всем привет, вы Нганель Хоумблиц, и сегодня мы расскажем о замечательной породе кавказской овчарки. Имея достаточно приятную, а порой и откровенно умильную внешность, кавказские волкодавы остаются весьма серьезными бетонцами, владельцам которых придется постоянно держать руку на пульсе. Эти суровые бруталы ориентированы на защиту человека и его собственности. Ни один, даже обладающий самыми вкратчивыми манерами чужак, не сможет втереться к ним в доверие. Запугивание и лакомство на собак тоже не действует, так что если вы в поисках первоклассного сторожа с задатками профессионального телохранителя, отважные кавказцы вас не разочаруют. Кавказские овчарки слегка оттаивают, только находясь в кругу любимых ими людей, что в общем-то не удивительно. Конечная преданность дому и семье – одна из ключевых характеристик этого собачьего племени. Правда, чтобы заслужить у питомца доверие, придется хорошенько поработать над имиджем строгого и справедливого хозяина, поскольку культ силы для лохматых секьюрити – не пустой звук. Большинство кавказских овчарок – смешленные, уравновешенные и вполне адекватные питомцы с закаленным характером. Так, например, они охотно проводят время с детьми, принимая часть в их играх и проделках. Однако, не пытайтесь воспитать из лохматого охранника всепрощающую няньку. Работа овчарки – защищать человека, а не служить ему забавой. Невзирая на природную суровость, кавказцы не прочь делить территорию с некоторыми домашними животными. Что касается проживания с другими собаками, то лучшую компанию овчарки создает представитель любой декоративных пород. Неотерный габарит четырелапого существа – это своего рода гарантия мирного существования питомцев, В то время как в более крупной овчарке кавказский волгодав сразу же почувствует соперника, которого постарается подмять под себя. Страна происхождения – Россия. Вес – кобели 50-70 кг, девочки – 45-70 кг. Рост – высота в холке. Кобели – 68-75 см, девочки – 64-71 см. Продолжительность жизни – 10-11 лет. Кавказские овчарки дружелюбны только по отношению к членам семьи, в которой живут. Всех незнакомых людей и животных рассматривают сквозь призмы и доверия. Собаки обладают молниеносной реакцией, всегда готовы стать настоящим хозяином и его собственности. Кавказские волгодавы не кровожадны, но достаточно агрессивны, поэтому нуждаются в твердой руке. Людям, не имеющим навыков в воспитании и дрессировке сраживых собак, стоит не один раз подумать, прежде чем обзавестись кавказцем. Овчарки отличаются феноменальной чуткостью. Спящий питомец способен улавливать самые незначительные шорохи и шумы. Собаки сравнительно легко переносят холод, поэтому прекрасно себя чувствуют в вольере и будке. Кавказские овчарки спокойно относятся к отлучкам хозяина и не требуют особого к себе внимания. Представители породы медленно растут, достигая полной физической и психической зрелости только к двум годам. Собаки умны и обучаемы, хотя и уступают немецким овчаркам в скорости овладения базовыми командами. Кавказские овчарки легко заводятся безудержно в гневе. Разбушевавшийся кавказец способен изрядно потрепать шкуру и нервы даже самому именитому представителю бойцовских пород. Животные обладают хорошей интуицией и легко определяют на глаз степень возможной опасности. Сразу же определитесь, кто именно вам нужен. Домашний питомец, сторож или хранитель или будущий продолжатель рода кавказских овчарок. Если вы планируете взять животное в дом, где есть дети, лучше остановить выбор на девочках, которые более добродушны и охотнее учатся. Но учтите, что для здоровья девочке придется позволить хотя бы раз обзвестись потомством. Из кобелей кавказской овчарки получаются отменные охранники. Но поскольку характер у мальчиков более властный, им проще поднять под себя малоопытного владельца. Так что перед тем, как поселиться в доме лохматого брутала, морского пола, хорошенько подумайте, хватит ли у вас выдержки и силы, чтобы воспитать своего защитника, а не фирепого агрессора. Выбирая в питомнике будущего сторожа, обратите внимание на его поведение. Максимальным потенциалом обладают активные и контактные щенки. Из задиристых и дрожжливых малышей вырастают своенравные лидеры, обузав нрав которых способен только старые хозяин. Помните и о здоровье щенка. У животных, которые содержались в правильных условиях, не должно быть признаков паховой или пупочной грыжи. Куперевные уши и отсутствие приплых пальцев – признаки того, что заводчик ответственно относится к самому занятию и следит за здоровьем подопечных. Стоимость среднестатистического щенка кавказской овчарки колеблется между 25 и 30 тысячами рублей. Потомство от родителей, сделавших выставочную карьеру, обойдется в 1,5-2 раза дороже – 40-60 тысяч рублей. Самые дешевые варианты предлагают виртуальные доски объявлений, например, Авито – в среднем от 10 до 15 тысяч рублей. Благодарим за просмотр! Ищите друга вместе с Холмбридс!